Возле школы номер 53 есть пешеходный переход, но зебра, по мнению горожан, здесь старая. Ее не обновляли даже перед первым сентября. Водители нередко проносятся мимо школы, не соблюдая правил ПДД, и создают опасную ситуацию на дороге для школьников. Ну вообще опасный пешеходный переход, а для детей особенно. Машин плохо пропускаются. В принципе, очень опасно иногда бывает, потому что машины едут, и, конечно, скорость не избавляют. Может быть, какие-то дополнительные лежачие полицейские, чтобы скорость снижали перед школой. Хотелось бы, я не знаю, или светофор, или какого-то регулировщика. Машины все равно едут, страшно идти с детьми. Тем более школа, дети ходят одни, не все машины останавливаются. Жители Крупской хотели бы, чтобы зебру и лежачий полицейский здесь обновили. И позаботились об освещении. Оно, по их мнению, недостаточно для безопасности. А вот установка светофора в данном месте привела к небольшим спорам. Однако большинство людей склонялись к тому, что здесь он необходим. Хотя бы с желтым мигающим сигналом. Ну, конечно, хотелось бы светофор, потому что многие детки ходят уже без родителей, и было бы намного безопаснее для них. Многие дети учатся во вторую смену, и здесь очень темно. То есть хотя бы добавить освещение на этот пешеходный переход было бы очень необходимо. Светофор даст еще больше пробок. Надо быть вежливым на дорогах и, может быть, повесить, если что, какие-то дополнительные светоотражающие полосы. И все. Или, может быть, лежачий полицейский сделать побольше, чтобы совсем останавливались практически, до полной остановки. Тут же дети ходят в школу. Для того, чтобы безопасно было переходить, здесь нужно установить светофор. Потому что по всей улице Крупской всего лишь один светофор возле ЦНТИ. А здесь, конечно, нужно, чтобы было детям спокойно. Пешеходные переходы вблизи школ, конечно, должны быть безопасны. Горожане надеются, что данному переходу на улице Крупской будет уделено должное внимание. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».